Приветствую вас. Хочу вам рассказать сказочку. Сказочку о банке. Я когда-то давно написал этот рассказик, но он мне нравится, тем более думаю, актуальность его не исчезает никогда. Так что слушайте сказочку о банке. Жил-был в тридевятом царстве, тридесятом государстве банки. И хороший этот банк, знатен, богатен, умен, уже не один век деньги буржусь не считал. И потому у него их было, видимо, невидимо. Вот однажды узнал он, что есть такая страна Украина. Надо полагать, у края света находится. А дальше уж конец всему. Есть в этой стране банки. Да не простые банки, а золотые. И послал тогда банк Заморский своих свотов к украинскому банку. Чтобы посмотреть, оценить, что и как. Глянули своты направо, глянули налево. Ах, то чего же хорош украинский банк. И отделений у него много. И кредита выдает много. И клиентов у него много. Не банк, а просто золото. Обрадовался Заморский банк такому счастью. И сыграли они свадьбу. Купил он украинский банк и был так рад, что купил. Другого не досталось. Прислал своих эмиссаров банком украинскому управлять. А эти эмиссары как увидели, как закричат. Непорядок людей в Украине. На, кредита мало. Обрадовался Заморский банк и начал деньги свои дешевые украинский банк кладывать. И следит строго, чтобы украинские кредиты раздавали. Чтобы банк богател. Не по дням, а по часам. Но тут грянули страшные времена, кризисные. Прибежали тогда к Заморскому банку украинский баткир. Упали ему в ножки. Не вели казнить. А вели миловать. Ибо не по своей воле. А так мы по велению твоему. Все это сотворили. Почти разорены мы, батюшка. Заморский банк кричит. Не может трогать. У вас кредиты умеренно-немеренно. Если взять только проценты по этим кредитам, то миллиарды гриви получатся. Эх, батюшка Заморский банк. Как бы так, да не так. Заемщики не хотят не только кредиты погашать. Они даже проценты не платят. Да и то все эти заемщики заемщиками являются. Помнишь, батюшка, когда я в невеста ходила и твои сваты, твои отделения показывала? Так я их построила, чтобы тебе, солнце, батюшка, сделать приятное. За кредитные деньги. И хотя 90% этих отделений убыточны, Но зато какая же красивая я невеста была. А помнишь, какие прибыли были хорошие у меня, Когда я была невестой? Так это я сама у себя кредиты взяла, На депозиты положила. И получилось, что и кредит-то много, И доходу много. И хороша я всем была. Для тебя, солнце, батюшка. Хотя и понимала, ибо умная была, Что если бы ты меня, батюшка, не купил, Было бы одно разорение мне. И если посмотришь внимательно, То те невесты, которые себя Вовремя женихов заморских не нашли, Так в девках и остались. И остались возле разбитого корыта. Огорчился заморский банк. Но опять, слово молодое. Это дело старое. А новые кредиты, которые ты, дочь моя, За мои деньги выдавала, Ты же все по правилам, По моим записочкам, как я учил. Ой, виноват, батюшка. Но вины то моей нет. Ты сам, батюшка, платил не бонусы, премии, Не за реальные доходы, А за количество новых выданных кредитов. И вот и раздавали твои деньги на правил на литв. А то, что ты требовал, Чтобы я при выдаче кредитов Юридическим лицам все документы собирал, Как твои контролеры требовали. Как было в твоих бумажках записано. Так это все точно. У нас же народ толкован. Если приходил мужичок с ноготом, За кредитом, Я ему все твои требования показывал. И только я говорить кончала, Тут же красотка, поп. Все как ты просил. Все бумажки, как ты хотел. Я понимал, что это все фокус-фокус. Но ты же мне велел ничего не думать. А то, Кума, твою волю исполнять, Вот я по наивности своей И выполнял. Это зрели, самопонятно. А вот для физдиста я тебе Розную программу скорень дал, Чтобы ты Кому по поди кредит не давал. Только по-научному. Ой, прости, батюшка. Не моя в том вина. Народ у нас шибко умный попался. И на все твои умные вопросы Твоего скоренья отвечал, Как эта умная машина Хотела услышать. И все бумажки Своей зарплате приносил, Как она хотела видеть. Так что кредиты Выдавали мы всем, Кто умнее, И кто немного фантазии И выдумки использовал. Закрученился Заморский банк. Но воспрял духом и говорит, Ну что ж, Что сделано, то сделано. Давай исправлять твои промахи. Вели послать людей С алебардами Забрать залоги, Которые под кредиты Были оформлены. Тут совсем наши банкиры Загрустили И такую речь заговорили. Это у вас, батюшка. Если люди берут кредит, То думают, Что в случае проблем Придется залогами рассчитываться. У нас же народ Советский власть пережил. Тва дефолта, Денежную реформу. Умоправитель. Поэтому у них залог Это что жаврано к небе. Юрлица, кто поумнее, Обанкротились уже. Кто похитрее, По судам свои залоги Обратно забрал. А кто попроще? Вот то вода, залог. Но цена этого залога. Забор поля, Яма вырыта в земле, Разваленный домик И мешки с неликвидом на складе. И что дальше? Лица эти еще проще. Одних мы и сами понимали, Когда кредит выдавали, Что залог не заберем. Ударив власть не позволяет. Третьих ничего не было. Вот так, что по бумажке записано. А залога нету. И не быть не может. Совсем расстроился Заморский банк. Что же делать? Делать нечего. Давай денежки, батюшка. А то слава пойдет. По тебе нехорошая. Если мы станем банкротами. И будут на тебя пальцем Показывать и смеяться. И дал денег Заморский банк. Дал раз, Дал два, Дал три. Смотрит. А он же сам не такой Богатый, Как был раньше. И приходится ему Последнюю рубашку Закладывать, Чтобы украинский банк Денежки давать. Эх нет, хватит. Глел он украинского банка Самому депозиты привлекать. Что было за счет чего? Дыры в кафтане латать. Вказано. Далого. Начал украинский банк Депозиты принимать. Да не простые, А золотые. Проценты дают большие За сроки малые. Причем берет у всех Нежатничать. И тут же час заемщиков Засовестились. Душа, так сказать, Людская. И начали проценты погашать. Кредиты возвращать. Но тут новая напасть пришла. Приносит заемщик проценты За кредит. И дает банку полушку. Ибо ставки по процентам Старые, низкие. Переходит человек за депозитом К банку. А ему банк должен Алты надать. Ибо он принимал депозиты По высоким процентам. Те тут чертовку копейку взять, Чтобы за депозит отдать. Ранее было просто. Батюшка Заморский банк Денежки давал. А теперь Денежки не дает. Проблема. Вот и приходится Брать эту копейку Одного депозита Отдавать другому. Думая при том, А может додумается Заморский банк. А может Денежат подкинет. А потом уже Эту разницу И покроем. А до тех пор Берем мы денежки Депозитов Погашаем От кредитов На рекламу На агитацию Чтобы больше новых депозитов Несли. Вот такая горькая жизнь У нас Бедных украинцев. Вот и сказочке Конец. А напоследок Несколько загадок. Если банк Хвастается Что Ее владелец Крупнейший Богатейший Банк мира А сам Принимает депозиты На 5-7% Выше Чем ее коллеги Которые Такого богата Папа не имеют. Если банк Всем рассказывает Что он придумал Депозиты До востребования. Так как Таким же образом Его заморский Папа Владелец Поступает. Притом Забывает Сказать Что заморский Банк Выплачивает Ставки По депозитам 0-0-0-0-0-0 Почти 2-3 раза Меньше Чем Учетная Ставка А наш Выплачивает Ставку По депозитам До востребования Как Две Учетные Ставки Если банк Всем рассказывает Что выдает Кредиты И какие Кредиты По ставке 0 Но при этом Привлекает Депозиты По ставке 20-30 Только за счет Чего Он бедный Живет Если банк Хвастается Что кризис Завершился Клиенты Его деньгами Завалили И закрывает Своё отделение Хотя Раньше Когда был Кризис Лютовал Отделение Работали Если банк Рассказывает Что у него Проблемных Кредитов Очень мало То все Это не беда Скоро Будет Вот и Вся Сказочка Давно Был написан Это рассказик Старальный банк Сразу говорю Его уже нет Не пережил 2008 год Ну Пережил А потом Но Знаете Кажется Сказка Ложь Да мне и намек Добрый молодцем Урок Продолжение следует